Темнота, видите, какая мама вставает, а я чую все, потому что в 3 часа ночи сирена страшная. И сейчас вот прямо страшно воет. Она, кажется, вставает, вставает, потому что я чула, что так на улице светлее, чем это. Но света же на маме ничего не чуете. Вот я бачу, что такое. В той раз так общая, не можно же лежать. Ой, боже, боже, боже. Она видна небо, таке звездное, таке звездное, что вообще мы выбралися на улицу, чтобы вообще классно было. Идем туда. Утро настало, потому что сегодня не утро, а просто караул. У нас сегодня именинник. Подарок. Подарок тёща подарила. Там, ну, дивись, что там. Опа-на. Ага, ага. Мыло на пів килограмма, Сань. Конкретное мыло. Да, чёрное. Всё сдирает, всё это, да. Чтобы ты пахучий был. Спасибо, хорошее мыло. Это мыло хорошее. А мама уже одела спецодежду, уже она готова. Да ты держи, скажи, скажи, что так я буду все видеть. А я ж показывала с утра, что такая темнота, в два часа ночи сиренами молчали. А потом вот мама, всё, пошли, пошли, пошли. Это просто... Оно не специально роблять. Не будем сегодня говорить об этом. Не хочу об этом говорить. Сегодня у нас печальный день. Саша... Я сегодня сбежу. Сколько? Тридцать років, як мама моя померла. А, сегодня, да. Вдень часа. Вона вчора померла. Вчора, да. Вчора. Дядя Ваня померла. Дядя Ваня через время тоже помер. А дядя Ваня день рождения шестого, да, Юля? Да, у нас в эти дни вообще круче всего этого. И сегодня родился наш... Ковальчук Александр Геннадьевич. Ковальчук Александр Геннадьевич. И сегодня у нас еще печальная одна. Это сегодня в 12 часов мы обязательно поедем. Может, и мама поедет, не знаю. Пожаре даритимся. Нас возле Амсторота. Сегодня будет проходить служба. Сегодня 9 дней по погибшим. Потому что каких молодых людей хоронят. И все в закрытых гробах белых. Потому что там только... Только уголечки. Только уголечки. И как вот... Господи, какая-то беда. Как мамы плачут за детьми. За девочкой там одна говорит. Будьте прокляты. До последнего... До последнего колена. Это так жутко. 22 года. Одногодки моей Сашуни. Парни. Боже, боже. И я вчера так расстроилась. Я увидела, что парень тот, который я очень хорошо знала в комфе. Он погиб. Он погиб. Это вообще просто ужас. Так что у нас сегодня вот такие... Дочечка, я хочу сказать. Чего они сегодня лупили? Тогда, как кинули бомбу, який день был? Куда бомбу? В понедельник. В понедельник это было? В 4 часа. В дня 16. В понедельник 16. Это 16. А сегодня они давали прикурить. В понеделок на вторник давали ночью прикурить нам вообще просто. И до того... Но уже ж люди напуганы. Поэтому все выходят. В 2 ночи и начало... Ну, как летит, так и воет, мам. Ну, все, мы сейчас завтра. Саша на работу на велике сегодня едет. В честь дня рождения. Я поехал в крутые педали на велосипеде. У нас девчачи. Девчачи справы. Маме волосы покрасила. Сегодня, наверное, дрежу челку. Хочет челку, хочет челку. Все, хочет крутить на бигуди. Так я вот ее немножко покрасила, потому что все равно волосы мыть. Ну, и себе немножко весы. Мам, короче, 20 минут, не к ночной пекти будешь меня звать, поняла? Ну, все, значит, иди. Только по солнцу ж не ходи в этом. Я тоже себе виски намазала. Тут деседина пробивается. Вот это просто чуть-чуть замазала. И все, потом волосы помою, будет хорошо. Так что... А, сейчас я тебе еще, подожди, пинцет возьму. Теряла времени. Пришел же мой друг. Каждое утро. И мы сидим разговариваем. Ну, минут 40 разговаривали. Я маму покрасывала. Я говорю, все, буду идти смывать маму. А он на меня так дивится, что у меня на крашене волос. Смотрите. Все, седины нету. Все в порядке. А маму сейчас не узнаете. Маму не узнаете, что я с ней сделала. Ой. Раз, два, три. Извините, что в таком наряде, но... Ну, я феном не сушила. Она захотела челку. Смотрите. Смотрите. Я ей подстрелила чуть-чуть челку. Вот именно отсюда чуть-чуть. А теперь вот это она будет прятать. Я как она и прятала. А челку буду крутить на бегуде. Я куплю бегуде. Она хочет челку. Вот так вот, смотрите. Да ну, залазки такие, как же. Диви, хорошо. Между прочим, очень хорошо. Чего мы раньше челку надрезали? Она, кажется, сделала покороче. Кажу, нет. Вона підскочит в тебе на бегуде. И будет хорошо. А ты, я тебя бачила десь бегучим. Я вас святаю с Викторком. Бажаю вам здоровья, благополучия, спокойствия души, доброты. Всего-всего, что я вам бажаю, это и Бог так учит. И вы знаете, что я вот тут так хорошо прокрашивала. Ну, чуть-чуть, видите, как пряди седины. Ну, между прочим, это очень красиво. Но получилось, а в ней волосы, как не начи амбрес сделаны. Я ей, оцей моей дочочці, как приправка до... Гарно, гарно. Хай высыхает. Так, ну, что я так, я таку нагрузку ей роблю. Яку ты мне нагрузку? Боже. Ось, смотрите, сколько я ей взвязала челки. Бачите? Натуральные волосы. Вот уж лишний его и набегут, и кругом. Ну, все, классно. И цвет освежил. Еще мокрые волосы чуть-чуть. И просто красота. Спасибо, дочечка, спасибо. Пожалуйста. И вам спасибо, что вы бабушке принимаете угол. Ну, просто ей будет жарко, конечно, щелкинути, если так будет висеть. А так, если накрутить и подчесать, ну, щелки лучше, я скажу. Смотрите, без щелки, дивите. Дивите, как она без щелки. Я так. Диви. Да уже ж бабуся. О, бабуся. Да, понятно, что не молодуся. О, бабуся моя старуся. Даже вот так вот сделали, чтобы вот так было и то красиво щелки. Да, очень хорошо, ма. Прям помолодела, ничего делать. Ой. Так, все. Значит, волосы досушишь. Можешь бегуть накрутить. У тебя здесь был один бегуть. Один есть. Ну, то начолку накрути. А это... Так ты, я бы не повикидала и хвалила, а то там... Ма, я куплю тебе тим бегутям уже тысячу лет, они уже порозкладались. О чем ты говоришь, ма? Нет. Нет. Надо будет. Все. Висушуй волосы, хай мне высуши, розчеши их хорошенько и все. Я не буду помидорами. Нет, не надо, ты что, такая жара, не надо. Нет, тут не жарко еще доця. А сколько их тут? Вот вчера вечером, как хорошо. Вчера вечером, как хорошо. Ну, ты вчера дуже на нозе крутилася. Мне так не видно, мам. Я цілий день еще дырой. А потом с дырой. Ну, ты знаешь, дочечка, у меня дочечки лучше. Знаешь, что, Алочка, у меня... Ви ключишок не чули? А что там тебе? Из желудка у меня сегодня лучше. Ну, и слава богу. А что, я была плохая желудка? Ой, ты... Манты из свиньи не петемо плохо, так нормально. Так что, красавица, мы самые здоровые и самые красивые, да? Моя ж ты, мамочка, если не ты, то... Сашу поздравляют, мне звонят, поздравляют. Так что, до свидания. До свидания. Счастливой вам. А мы будем готовиться. Ну, все, мы будем завершать это видео утрешнее. Мама, хай суши волосы, потому что... Туди-сюди воно быстро, это водитель в 12, там ровно. А надо поехать трошки раньше. Ну, на панахибу, наверное, тут поедемо, з'їздимо, потому что... Если не похоже. Если не похоже, то будешь дома. Я однозначно поеду. Нет, у меня это... У меня давление уже... У меня руки не хватает. У меня руки не хватает. Я ж таке... Ну, выпила капли, так что... Сегодня что-то высокое давление, а пульс 48. О, 7... Ой, Бог. У меня их... Я его не меряю. Вчера было хреново, меню не меряю. И лучше. А у нас же умеряло. Они с дедом привыкли. Только что меряют по 100 раз. Ну, она... Не то, что привыкли. Но... У них расписание... Не требует, чтобы знать, что принимать. Так, ну все. Пока. Бо Линучка тоже позвонила с днем рождения. Но мы сегодня ничего не собираем. Может, в субботу там какие-то шашлыки. А, как говорится, опробуем все котлы, подача. Так что... Пока. Если что, я вам покажу, конечно, эту панахиду обязательно. Это горе и траур родных людей. И людей, которые даже не знали этих людей. Ну, посмотрите, сколько там людей будет. Пока.